Здарова, друзья! Несмотря на современные тренды по играм-сервисам, все мы любим качественные одиночные игры, которые увлекают своим сюжетом и дарят множество положительных эмоций. Таких игр в последнее время выходит мало, ибо все делают упор на онлайн, что тоже, кстати, неплохо, ведь игра с друзьями порой поднимает настроение еще больше, чем хорошая одиночка. Но сегодня я решил поговорить только о сингловых играх и рассказать вам о 10 лучших одиночных играх 2018 года. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Lineage 2 это MMORPG, которая завоевывает мир еще с 2003 года. Игроки утверждают, что с годами игра стала только лучше и сбалансирование. Если же вы с этой игрой все еще не знакомы, то вам не стоит бояться того, что вы не догоните остальных игроков, если начнете играть только теперь. Ведь сейчас специально для вас в игре действует ускоренная прокачка. А при регистрации игры по ссылке в описании вы и вовсе получите премиум аккаунт. Ссылочка в описании. Kingdom Come Deliverance. Эта игра стала первым самым обсуждаемым релизом этого года. Разработчики из Warhorse Studio проделали колоссальный объем работы и выпустили очень реалистичную, хардкорную и атмосферную игру. С множеством интересных деталей. Но если для одной части игроков ранее перечисленные аспекты стали огромным плюсом, то для другой половины поигравших и не только эти аспекты стали минусом. Потому что не каждый человек готов умирать на одних и тех же моментах по несколько раз. Случайно погибать и в стычках с противником, и без адекватного сохранения возвращаться на час другой игры обратно, тоже не каждому нравится. У огромного числа игроков нервы просто такого не выдерживали. А накопленная ненависть изливалась в негативные отзывы. Собственно именно поэтому я вообще не играю в хардкорные игры, я их просто терпеть не могу и всегда прохожу мимо. Но так или иначе, свою похвалу и огромные продажи игра заслужила. А те люди, которые обожают подобные одиночные игры, провели в ней не одну сотню часов. Так что я вам ее тоже рекомендую, если вам конечно нравятся игры подобного жанра и с таким уровнем реализма. Вампайр. Вампайр это еще одна неплохая игра от студии, которая очень любит эксперименты. Ведь не так давно они сделали Life is Strange. Теперь вот Вампайр. Совсем скоро выходит вторая часть Life is Strange. А еще до выхода Вампайр они анонсировали свою совершенно новую игру Twin Mirror. Так что энтузиазм разработчиков заслуживает похвалы. Ну а говоря конкретно о Вампайр, он крутой. Не так давно я уже о нем рассказывал в своем недавнем видео. Помимо стандартных аспектов, которые присущи играм подобного жанра, у вампира была уникальная и очень интересная система прокачки. В которой для максимально быстрого роста ваших навыков, вам необходимо было убивать простых, мирных людей, которые отыгрывали важную роль в жизни определенных районов. И если вы их убивали, то игра сильно менялась. Но еще вы могли прокачиваться и без убийств, а лишь сражаясь с врагами. Но тогда прокачка была бы очень долгая, а прохождение сложным. Короче говоря, игра однозначно заслуживает вашего внимания. Spit in the eye of God. God of War Это один из главных претендентов на звание игры года. Ведь когда он вышел, интернет просто взорвался от положительных обзоров и возгласов в стиле, о боже, шедевр, 10 из 10 лучшая игра в мире, просто мать его, best of the best. Правда вот поиграть в эту игру смогли только обладатели PlayStation 4. Что неудивительно, ведь у Sony все игры 100% шедевры. God of War ждали 3 года, и он не просто оправдал ожидания, а превзошел их. История отца и сына по-настоящему захватывает и интригует. Геймплей очень динамичный и не надоедает даже после 40 наигранных часов. Боссы огромные и разнообразные, с уникальным подходом. И плюс в конце есть огромный намек на продолжение. Так что стоит его ждать. Такие одиночные игры на вес золота. Detroit Beacon Human Это еще один шедевр от Sony, который расскажет вам историю недалекого будущего, в котором андроиды стали неотъемлемой частью жизни людей. Но как это обычно бывает, их искусственный интеллект выходит из-под контроля и жаждет свободы и равноправия. Короче говоря, в игре вам предстоит играть за трех основных персонажей, каждый из которых расскажет вам свою уникальную историю. И конечно же эти истории будут между собой переплетаться и приведут вас к шикарному финалу. Самая сильная часть этой игры это сюжет. Не зря ведь такие игры в простонародье уже принято называть интерактивным кинцом. Качественным кинцом. Так что обязательно его оцените. Это наша история. Spider-Man Ну и это еще один, третий подряд шедевральный эксклюзив от Sony, который вышел 6 сентября. И как это обычно бывает с играми Sony, интернет снова взорвался от семя извержения миллионов игроков по всему миру. Твердые 10 баллов, шедевр на все времена, игра года, просто лучшая игра в истории человечества, лучшая игра про супергероя, ну и так далее. Подобными отзывами интернет просто завален. И пускай я сам в игру не играл, но и по увиденным геймплейным фрагментам могу сказать, что это похвала полностью заслуженной. Я просто обожаю такие игры и с удовольствием в нее поиграю, когда у меня появится время. Огромный открытый мир, сюжет, геймплей и многое другое. Все выполнено на высочайшем уровне и совершенно точно заслуживает вашего внимания. А теперь переходим к играм, которые на момент записи этого видео еще не вышли, но которые совершенно точно не подведут нас и продемонстрируют, если и не великолепную, то просто очень хорошую одиночную кампанию. И первой такой игрой становится Shadow of the Tomb Raider. Еще когда в 2012 году вышла первая часть перезапуска, в ней тогда еще был мультиплеер. Но популярностью он не пользовался, поэтому его выпилили. Уже в Rise of the Tomb Raider Лара стала полностью одиночной игрой и рассказывала отличную историю. Можно быть уверенным в том, что Shadow of the Tomb Raider нас тоже не подведет. Головоломки, джунгли, много экшена и отличное приключение. Игра точно заслуживает внимания. Life is Strange 2 Первая часть этой игры вышла еще в 2015 году, и тогда она произвела настоящий фурор. Я сам ее прошел только в 2017 году, и черт возьми, она меня даже пробила на слезу. Короче говоря, это безусловно шедевр. Но станет ли таким же шедевром вторая часть, ведь это будет не прямое продолжение, а совершенно новая история про двух братьев. Будут ли сюжеты двух частей между собой переплетаться напрямую или ограничиться отсылочками, пока еще неизвестно. Но я думаю, что игра точно сможет нас удивить и оправдает все свои ожидания. Assassin's Creed Odyssey Да, безусловно, отличным сюжетом серии игр Assassin's Creed в последнее время похвастаться не может. Хотя, как по мне, в Origins'е все было шикарно. Не знаю еще, как дела будут обстоять в Одиссее, но это на самом деле и не важно. Ведь даже помимо сюжета, в мире Ассасинов всегда было чем заняться, и с огромным удовольствием в игре можно было провести сотню часов. Ведь все, что касается мира и его наполнения, всегда все было выполнено на высочайшем уровне, так что, думаю, и Одиссея не станет исключением. Древняя Греция, гладиаторские бои, морские сражения и много чего другого. Короче говоря, будет безумно круто. Darksiders 3 Это продолжение отличной серии игр, которая рассказывает историю четверых всадников Апокалипсиса. Мы уже узнали историю первых двух братьев, теперь пришло время третьей сестры. Открытый мир, много монстров, гигантские боссы, мир Апокалипсиса, огромное количество разных фишек и даже головоломки. Надеюсь, третья часть, несмотря на все ее сложности в разработке и недостаток финансов, получится достойным продолжением серии. Just Cause 4 Just Cause 4 Инструментария прибавится, геймплей стал разнообразнее, да и графончик подтянули. В общем, все идеально. Это будет отличная одиночная игра. Ну и напоследок, давайте я бонусом сюда добавлю Red Dead Redemption 2. Почему я ее не включил в основной список, спросите вы? Все очень просто. В ней планируются многопользовательские режимы, такой как, например, был в GTA 5. О нем говорят еще со дня анонса, но детали все еще не раскрывают. Поэтому, да, безусловно, в игре будет шедевральная сюжетка. Да и вообще, исследовать мир будет одно удовольствие. Но из-за наличия онлайна, полноценной одиночной игрой ее назвать нельзя. Поэтому добавил я ее только в качестве бонуса. Ну а на этом все. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а также, вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на второй канал со стримами. Ссылочки на все это в описании. Всем удачи, друзья, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok